Федор и Светлана Бондарчук познакомились со всеми юными. Ему 18, ей на год меньше. Федор тогда служил в армии, был в увольнении и пришел на вечеринку к школьной знакомой. Там же оказалась Светлана. Так что из армии Бондарчук вернулся уже к ней. Вскоре они решили пожениться. Семья Федора была против, будущая невестка не пришлась им ко двору, но он не стал слушать родителей. Первенец Сергей, названный честь деда, появился на свет в 1991 году. Через 8 лет пришло время Варвары. Девочка родилась раньше назначенного срока и вскоре врачи поставили ей неутешительный диагноз – детский церебральный паралич. Об этом знали только близкие. Афишировать проблемы Бондарчики не стали. Некоторые поклонники не знали даже, что у супругов есть второй ребенок. Информация появилась, когда Варе было уже 13 лет. Светлана сама проговорилась об этом в интервью с Ксенией Собчак. «Да, у нас есть ребенок с определенными проблемами, но с любым человеком в любой момент может случиться что-то страшное. Никто не застрахован. Жить в страданиях и унынии – это неправильно», – поведала тогда Светлана. Федор подтверждает слова бывшей жены, поясняя, что проблемы были не в состоянии здоровья их дочери, а в том, что в нашей стране сложно растить особенного ребенка, даже если ты представитель известной фамилии с деньгами и связями. Бондарчук признает с заботой о том, чтобы наладить ребенку в быт, отвлекали от переживаний. «Я себе проект поставил, что я могу максимально сделать, чтобы дочь была счастлива. Дочь-ангел потрясающая, умнее меня и нас всех. И иметь такое сострадание и любовь, которые нам неведомо так отзывается» – любящий папа Варваре. Мало того, выхаживать поначалу пришлось сразу обоих. Восьмилетний Сережа сильно упал, катаясь на велосипеде и лежал в реанимации. Там же провела первые дни жизни Варвара. Сложно представить, что пережили тогда родители. Варю несколько раз отправляли в американские клиники делать сложные операции. В какой-то момент Федора и Светлану обвинили в том, что они сбагрили дочь США и она живет там одна без родителей под присмотром няни. На самом деле пребывание девушки в Америке было временным на период хирургических вмешательств и реабилитации. Варвара Бондарчук живет в Москве, учится в специальной инклюзивной школе и выходные проводит у отца. Несмотря на диагноз, у нее, по уверениям родителей, множество друзей и в Москве, и в Америке, куда она ездила регулярно. А что вы скажете по данному поводу? Делитесь своими мыслями в комментариях.